Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Как в старые добрые, накануне своего профессионального праздника автоинспекторы вернули в Рязань ретро-стиль. С юбилеем Сасова глава Росгвардии Виктор Золотов стал почетным гостем фестиваля народного творчества. Быстрее, выше, сильнее. На спортивный фестиваль «Школа безопасности» в Рязань приехали 35 команд со всего ЦФО. Сегодня в России деньги БДД. Профессиональный праздник тех, кто обеспечивает безопасность на дорогах. И пусть эта дата официально стала не так давно, сотрудники ведомства много лет получают поздравления именно 3 июля. Как праздник отметили в Рязани, расскажем прямо сейчас. Уважаемые коллеги, друзья, я рад вас приветствовать на ежегодном, уже четвертом, параде ретро-стиль взрослого, посвященной 87-й годовщиной образования и стольких госавтоинспекции. Так называемый утренний развод на плацу ГИБДД сегодня не совсем обычный. Место привычных бело-синих автомобилей «Шкода» занимают желто-синие «Волги», мотоциклы, «Вазы», в общем, машины, которые сейчас по праву носят приставку «ретро». 1 июля на службу заступают именно они. Становись, равняйся, смирно приказывай заступить на службу для охраны общественного порядка на территории города Рязани. Вольно по машинам. Теперь за руль садятся ветераны службы МВД. Кто-то специально приобретал парадный китель времен Советского Союза. Ветераны же надели свои старые, служебные. Как, например, Анатолий Зорин. Из органов старший лейтенант уволился четверть века назад. Теперь белую рубашку с погонами надевает только на ретро-пробеге. Когда вновь выпадает шанс, как раньше, стать старшим инспектором. Здравствуйте. Старший инспектор, старший лейтенант Зорин. Все у вас в порядке? Страховочку, может быть? Да. У нас праздник 3-го числа. Поздравляем вас с нашим праздником. Желаю хорошей дороги, без аварий. Такие автоинспекторы дежурят на двух постах ДПС – Солочинском и Дягилевском. Ветераны службы останавливают автомобили, поздравляют водителей с предстоящим праздником 87-й годовщиной со дня образования госавтоинспекции в системе МВД России. Следующая остановка – торжественная. Вся ретро-техника правоохранительных органов останавливается на своей финальной точке – у драмтеатра. Самый молодой здесь – мотоцикл «Урал» и МЗ-8-10310. Реставрировал ворий занец Владимир Есенин. Купил с доски объявлений. Разобрал, говорит, до винтика. После собирал обратно. Уже новый. Сложно было найти фонари оригинальные, маркировка ФГ-210, в хорошем состоянии, чтобы был хром. Потом очень редкие крепления кронштейна, крепления громкоговорителя, потому что здесь трубки определенного сечения. И тоже, даже если отдавать на завод изготавливать, нужно образец. Образца у меня, к сожалению, не было. А самый старый – ГАЗ-А 1935 года. В свое время такие выпускали по лицензии Форда. Они были практически у всех правоохранительных органов. Нашли остов практически на помойке. Антон Скиба восстанавливал авто вместе с братом Никитой. А привил им это отец, ветеран ГИБДД. Вместе и работали в гараже. Антон добавил, что отца уже нет, а дело его живет. Он, допустим, на холодильнике менял, я помню. Новый холодильник купил, прибегает там, раз. Я, говорит, холодильник на фары поменял. Мать за голову, ты что, холодильник новый, нам самим нужно старый. Нет, все. И вот потихоньку, потихоньку, потихоньку. Фары пошли на другое авто. Здесь же все через аукционы и заказы. Зато отец их, Василий Скиба, организовал первый в СНГ музей ретро-техники. Часть восстановленных автомобилей до сих пор там. Все автомобили здесь восстанавливали сами реставраторы. Бывало, помогали друг другу. Искали детали, менялись контактами. Благодаря этому и получилась такая выставка. Что даже ветераны службы подходят и говорят, я на такой служил. Это постоянно происходит. Конечно, постоянно. И, конечно, это одна из самых таких лучших медалей для реставраторов, для тех, кто восстанавливает. Когда ни одного нюанса люди, которые пот кровь свою проливали на этих каких-то мотоциклах или машинах, они видят все то же самое, что и есть. Традиционно деньги БДД отмечают 3 июля. Вручают ведомственные награды, присваивают очередные звания. Однако, вопреки распространенному мнению, что на деньги БДД можно правила нарушать, это совсем не так. Экипажи продолжают нести свою доблестную службу на посту. В любую погоду и в любой день. Директор Национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов поздравил с 50-летием академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии России. Одной из площадок юбилейных гастролей стал 16-й Всероссийский фестиваль народного творчества, который ежегодно проходит в городе Сасово. Для города Сасово Всероссийский фестиваль народного творчества, посвященную композитору Александру Аверкину, уже своеобразная визитная карточка. На этот раз гостеприимная Сасовская земля приняла более 600 гостей и получила вполне заслуженные слова благодарности от своего земляка. Особые слова благодарности я обращаю к руководителям этого фестиваля. Всем тем, кто вложил свою душу в то, чтобы это замечательное творчество обрело новое звучание, чтобы замечательные, добрые песни обрели какое-то новое значение и возрождали в душах новых поколений любовь к этому творчеству и к нашей великой глубинной русской культуре. Так уж получилось, что свой полувековой юбилей в эти дни отмечает и главный академический ансамбль песни и пляски Росгвардии. Сасово – один из пунктов праздничных гастролей. Для мэтров художественного слова имя Александра Аверкина – одно из ключевых в творчестве. И с той музыкой, которую написал Аверкин Александр Петрович, который родился в этом городе Сасово, вот эти песни – это наследие народа, и они проникаются больше и больше. Молодежь их начинает любить. Сами жители от такого наплыва высоких гостей оказались только в выигрыше. Конкурсы, выставки и мастер-классы здесь были всегда, а вот гастроли лучших музыкальных коллективов страны не так уж, чтоб часто. Я каждый год смотрю и слежу за этим коллективом, это очень, это прям великолепно. Молодцы, отличный ансамбль, радует, восторг и огромная масса впечатлений. Центральным событием музыкального праздника стал концерт с участием академического ансамбля песни и пляски Росгвардии, государственного академического ансамбля песни и пляски Донбасса и других музыкальных коллективов, которые исполнили произведения Александра Аверкина. Это наследие будет звучать всегда. Бывший депутат Госдумы Александр Шерин, который, напомню, в составе Рязанского полка, сегодня находится в зоне проведения СВО, активно выкладывает новые видео. На этот раз наши парни провели в одной из местных школ урок мужества. На этом видео, судя по всему, подразделению ставят боевую задачу, но внезапно ее прерывает свист летящей мины. Договорить Александр Шерин не успевает, видео обрезано. Герой Советского Союза Василий Филиппович Маргелов, легендарный командующий ВДВ, именем которого названо десантное училище в Рязани, на базе которого мы, кстати, с вами и готовились, получил звезду Героя Советского Союза за форсирование Днепра и освобождение Херсона. А вот здесь, судя по всему, в актовом зале одной из бывших украинских школ наши парни проводят урок мужества. Дело важное и сегодня очень нужное. Я хочу, чтобы вы все видели в наших парнях, вот они такие стоят, суровые, строгие, в балаклавах, вот, но у них очень добрые лица на самом деле, да, не улыбаются сейчас, потому что рады вас видеть. Я хочу, чтобы в нашем лице вы видели только защиту и опору. Это очень добрые, ответственные, порядочные люди, которые относятся к вам с большим уважением. И задача ставится. Это максимальная защита сохранность жизни граждан Российской Федерации. Судя по всему, разрывать контракт с Минобороны и возвращаться в Рязань Александр Ширин пока не планирует, несмотря на депутатский мандат, который перешел ему совсем недавно. Теперь, видимо, только после победы. Бывшего главврача больницы в Клепяковском районе осудят за нецелевое расходование бюджета. Об этом рассказали в Следственном комитете. Подробности уголовного дела далее в сюжете. Все события произошли в 2022 году в Клепяковском районе, в одном из медицинских учреждений. Каком имена в интересах следствия силовики пока не говорят. Под прицел правоохранителей попал бывший главный врач. Его обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств. Следствием установлено, что в 2022 году обвиняемый израсходовал часть субсидий, предоставленные из областного бюджета на оплату труда медицинских работников, на выплаты сотрудникам, обеспечивающим деятельность медицинского учреждения, и профсоюзные взносы в общей сумме более 2 миллионов рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По такой статье можно отделаться как штрафом, например, до 300 тысяч, так и двухлетними принудительными работами. Максимальный же срок – 2 года лишения свободы. Плюс запрет на тот же срок занимать определенные должности. Очередного закладчика задержали рязанские полицейские. На этот раз у мелкого дилера обнаружили пакетик с метадоном. Отпираться задержанный не стал. А еще в сумке электронные весы и упаковочные материалы. На сленге это называется набор закладчика. С таким грузом полицейские 42-летнего мужчину и задержали. Прямо у дома, на улице Крупской. А позже с понятыми нашли и ранее сделанную им закладку. По предварительной информации, злоумышленник занимался распространением наркотиков несколько месяцев, предпринимая различные меры конспирации. В частности, он периодически менял съемные квартиры, а сумку с наркотиками прятал не дома, а на улице в тайнике. Однако, несмотря на все эти ухищрения, преступную деятельность закладчика пресекли сотрудники полиции. В общей сложности из незаконного оборота было изъято 36 граммов метадона. Следователи Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбудили уголовное дело по статьям покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Теперь сотрудники полиции устанавливают все звенья по распространению наркотиков. Масштабные межрегиональные детские состязания по основам безопасности жизнедеятельности стартовали сегодня в Рязани. В течение недели ребята из 16 регионов Центрального федерального округа будут бегать, плавать, спасать из-под завалов и учиться выживать в лесу. На стадионе «Спартак» сегодня прошли первые старты. Пестрая форма, флаги и улыбки. Рязань впервые принимает такой масштабный детский спортивно-патриотический форум. На 27-е игры общественного движения «Школы безопасности» прибыли команды со всего Центрального федерального округа. Конкуренция нешуточная. Знаю, как все команды готовились к этому соревнованию. Рязанская область готовилась тепло принять всех вас. И надеюсь, что дух соперничества все-таки еще родит в вас и такие дружеские взаимоотношения между всеми регионами ЦФО. За эти дни вам придется пройти большое количество испытаний. Но задача соревнований, безусловно, выявить сильнейшего. И я уверена, что сильнейший в справедливой и честной борьбе обязательно победит и будет представлять ЦФО уже на всероссийских соревнованиях. Мы постарались для вас сделать и создать все необходимые условия для размещения, проживания, для качества проведения этапа соревнований. В параде из 35 команд отряд из Брянской области, созданный на базе одной из школ. Несмотря на не самые удобные условия, все-таки регион граничит с зоной проведения СВО, ребята смогли пройти курс подготовки и хотят показать себя. В это неспокойное время были определенные сложности с подготовкой, с тренировкой, с переносом соревнований. Поэтому настраивались. Но удалось форму ребят сохранить и выйти на соревнования в Рязани в достаточно хорошей форме. Свои сложности были и у вице-чемпионов прошлого года команды из Москвы. В этом году столичная дружина снова привезла сборную. Впрочем, не во всех дисциплинах парни и девушки обещают быть первыми. Так сложились обстоятельства. Техногенный блок не удалось подготовить, к сожалению, исходя из условий, потому что не было достаточных условий, чтобы это отработать. И не было таковых условий, чтобы непосредственно сам блок отработать. То есть будете прямо на месте ориентироваться, да, получается? Да, во всем остальном мы уже отработали. Все остальное – это еще с десяток конкурсов и состязаний. Здесь, на стадионе «Спартак», ребята отрабатывают лишь физподготовку. Но впереди еще и творческая часть. Эта неделя для парней и девчонок будет весьма насыщенной. Вот сегодня у них здесь пожарная эстафета. Затем будет кросс и силовые упражнения, легкая атлетика. Затем они должны уметь выступить на сцене с визиткой, нарисовать стену газету, пройти маршрут выживания. На два дня они уйдут в лес и будут проходить маршрут выживания. Затем у нас еще этапы спасения на акватории, на водном объекте. Затем спасение в техногенной ситуации. То есть и еще бассейн. Каких-то записных фаворитов на этих соревнованиях пока нет. Все регионы привезли смешанные команды, опытные ребята вместе с новичками. Поэтому все в равных условиях. И рассудить их сможет только дистанция. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв. И в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин